В Национальном парке в Припятске открылась резиденция Деда Мороза. На протягу двух годин, которые отведены программой для ее наведывания, можно не только стать удельником новогоднего карнавала, но и в ваших диких живел в природном осередине. По маршруте проехали наши корреспонденты. Сафары парк в Припятске мы открыли в 2018 году. Его протяглось 8 километров, и туристы проезжают их прикладно за годину. Экскурсоводы кажут, что еще не было ни одного выпадка, когда людям не состракались живелы. Зики, лоси, олени, косули и лани. Территория парка охороджена, а Тамуяныз находится тут постоянно. Правда, покидать автобус забороняется. Хоть до людей живелы относятся миролюбно, але лепше не разыковать. Мы наших посетителей проезжаем на автобусе, смотрим через окошко и фотографируем. То есть наших туристов мы не выпускаем в сафари-парк. Это все безопасно. Хоть одно место, где доживел, можно подойти совсем близко. Что в национальном парке в Припятске все же таки есть. Непосредственно, когда резиденции Деда Мороза, находится вольер, в котором есть несколько видов живел. Вот им влеку практически ручный олень Кузя и его сябровка Маша. До наведовольников он относится настолько доброзачливо, что навод может повиншовать их с Новым годом. Хоть и на своей мове. Але все разумеют. Резиденция Деда Мороза в национальном парку в Припятске открылась 27 листопада и будет працовать до 1 лютого. В минулом сезоне ее наведали 15 тысяч человек. Але все это за пандемией. Это лишь бы будет меньше. Разом с тем, оптимизму тут никто не губляет. И по раннейшему готовы працовать с полной самоотдачей. Все то же самое. Работа с детьми. Работа для детей. Для того, чтобы, приезжая к нам, они были довольны, были счастливы, окунулись в сказку. Одна из особливостей у Полесской резиденции Деда Мороза – звертание до их истории. Дом чаровника, например, побудованный на старожитном городище, где люди жили еще 20 стагодзел тому. Тут же находится славянская капища, якое датуется пятым стагодзем нашей эры. Наведвальникам не только расскажут об этом, але и пропонуют завязать стушку жаданья. За пандемией этот год был не самым простым. Але наступный повинен быть куда больше радостным. К сожалению, в предыдущий год крысы принес много несчастья и бед. Мы очень сильно все верим и надеемся, что в следующий год быка принесет только счастье, радость и все полностью исправит. Олег Сенцюров, Ганна Корольчук, Валерий Гапанько, отель Радо, компания Гомельс, Петраковского района.